Дорогие друзья, приветствую вас и с удовольствием выпью за ваше здоровье, за здоровье каждого. Но мне так много, конечно, не выпить, поэтому я, пожалуй, рюмку отставлю и расскажу вам историю, как мы на праздновании Нового года с друзьями у нас завязался некий спор или дискуссия, как бы это можно было сказать, что в России самое подходящее для закусона под традиционные русские напитки. Было много предположений, и это, и то, и супы, и салаты, еще что-нибудь. Я буду готовить свое любимое, то, что мне больше всего нравится, как закусон. А вы пишите в комментариях, какие ваши мысли. Может быть, я выберу хороший рецепт и сниму его для широкой публики. И скажу, что это ваш рецепт. Начну я с лука, потому что русскому человеку лук, конечно, самый близкий овощ. Режу его крупно и сразу же включаю плиту. На плите у меня кастрюлька. Кастрюлька, в которой у меня нагревается небольшое количество растительного масла. Небольшое. Вторая половинка лука у меня тоже уже нарезана. Отодвигаю лук и режу картофан. Потому что картофан, конечно, я не знаю как. Петр Первый заставлял его выращивать, русского человека. А в советское время, мне кажется, без картошки многие бы, наверное, не выжили. Да и в войну, да и вообще в самые тяжелые времена картошка всегда русского человека спасала. Я думаю, что вы уже почти догадались, что я готовлю. Лука должно быть 2 трети от картошки. Картофель и лук готовые. Кастрюлька у меня тоже разогрета. Отправляем все это внутрь. Значит, парочку листочков лаврушки. Если мелких, то 3. Мешаем, солим. Не сильно. В меру. Всего нужно в меру. Пока обжаривается картошка, я ставлю закипятиться воду. Для того, чтобы опять же ускорить процесс варки картофеля. Огонь у меня активный. Снизу и лучок, и картошка прихватываются. От этого образуется такой более богатый вкусовой спектр. Я думаю, что как только вода закипит, я сразу же залью картофель. Но учтите, вода должна только-только покрывать его. Не нужно делать суп. Картошка варится до готовности 10 минут. Картошка отварилась. Теперь главный ингредиент. Это тушенка. Тушенка ГОСТ из говядины. Тушенка с моей родины приехала. Натуральная говядинка. И мы целую банку тушенки отправляем в кастрюлю. У нас примерно вот столько картофеля здесь. И мы отправляем, вытряхиваем говядину вместе с жиром. Вот видите, жир видите? Его тоже туда обязательно, обязательно без говяжьего жира будет не то. И когда я начинаю это все перемешивать, я сразу вспоминаю сенокос. Я сразу вспоминаю деревню, где папка мне готовил вот такую вот тушеночку. И когда мне хочется выпить, я готовлю тушенку с картошкой. И с удовольствием могу накатить. Делаю это не часто, но иногда очень хочется именно картофеля с тушенкой. Теперь доводим все это до кипения и провариваем картошку с тушенкой примерно минут 7-10, для того, чтобы картофель весь пропитался. Он должен даже немножко развариться. Тогда будет самая нужная консистенция. Пора выключать и ставлю кастрюльку на стол. Но без авторских всяких ништяков-то тоже не обошлось. Смотрите, у меня есть томат, который я на терке прям сюда в кастрюлю натираю. У меня папа делал так только летом, потому что зимой были маринованные томаты. Это сейчас мы можем себе позволить использовать свежий томат зимой. Раньше было все по-другому. Теперь обязательно нужно большое количество укропа. Причем у меня здесь вот, видите, небольшое количество стеблей. Я вместе со стеблями, только стебли нужно помельче. Да и, в общем, листья тоже помельче. Все это нарезаю. Укропа должно быть много, потому что это самая русская зелень. И хоть и тушенка с картошкой это не совсем русское блюдо, а его нужно отнести к советскому блюду, вернее, к советской кухне, то для русского человека это все равно что-то вот, например, как для меня, родом из детства. Мы дома, в деревне, когда я жил в детстве, мы очень много не только укропа, но еще и зеленого лука добавляли в картошку. И смотрите, кто как любит. Можно даже, знаете, как сделать? Половником немножко подавить картошку, чтобы она была такая кашеобразная. Значит, кто-то любит погуще, кто-то любит пожиже. У меня получилась такая средняя консистенция, не жидкая, не густоя. И вот вместе с тушенкой, смотрите, видите, вот получилась такая, некое, некоторые кусочки развалились. Я это все накладываю в глубокую миску. В глубокой миске картофель не так быстро остывает. Знаете, какой еще нюанс? Соленые или маринованные огурчики. Аж слюни потекли. Маленькую тарелочку. Дуся. Да я понимаю, что вкусно пахнет так, конечно. Тушенка это с картофаном. У нас дома, конечно, это были бочковые огурцы, но маринованные тоже очень хороши в этом случае. Обязательно рюмочку самого традиционного русского напитка. Я про самогон, конечно же, а вы что думали про водку? И вот такой простой, мужской, я бы даже сказал, холостяцкий ужин или обед готов. Даже если к вам пришли другие мужчины для того, чтобы кернуть чуть-чуть, то вот так за буквально 20 минут можно накрыть прекрасный стол. Приятного аппетита, дорогие россияне! Поздравляю вас со всеми прошедшими и наступающими праздниками!